Друзья, приветствую всех на канале AtomonoFly. Сегодня я снимаю свое очередное видео, в котором я расскажу о четырех нельзя в Германии. То есть то, что нельзя делать в Германии, но можно делать в любой другой стране. По крайней мере, это можно делать в России, это можно делать в Казахстане. Итак, о чем сегодня мы будем с вами говорить, а точнее о четырех нельзя, вы узнаете в сегодняшнем видео. Итак, друзья, живя в той или иной стране, а точнее живя в Германии, я понял, что здесь есть определенные правила, есть определенные нельзя. Но если здесь это нельзя делать так, то, допустим, в России это нельзя. То есть это можно, да? И сегодня мы с вами как раз поговорим о тех четырех нельзя, которые, по моим наблюдениям, я выявил за четыре года жизни в Германии. Смотрите, четыре года жизни в Германии, четыре нельзя. Пять лет, значит пять нельзя будет, да? Итак, первое. Нельзя, без чего обойтись в Германии, это без терминов, без назначения встречи. Почему? Потому что, если вы хотите пойти к врачу, вам нужно назначить термин. Если вы хотите пойти куда-то в какую-нибудь организацию на консультацию, вам назначить нужно термин. Если вы хотите пойти куда-то, не знаю, к своему знакомому другу, вам нужно позвонить, назначить термин встречи. Если вы хотите пойти к своим родным и близким, вам нужно позвонить и назначить термин. Да, даже доходит до того, что для того, чтобы сходить в гости к своим родным и близким, вам нужно позвонить и предварительно сказать, что вы придете в такое-то время. И для них, если это время будет удобно и день будет удобный, тогда вы сможете прийти. Если же они вам скажут, что нет, мы вас в этот день не можем встретить, не можем принять, то не нужно обижаться на своих родственников, на своих знакомых. Значит, действительно, в этот день они имеют другие термины, либо они чем-то другим заняты, и вам придется согласовать следующий термин в другой день, может быть, либо в другое время. Поэтому все нужно делать через термины, то есть через назначение встречи. Назначаешь встречу? Встречаешься. Не назначил встречу? Извини. Нельзя. Могут обидеться. Да, если вы придете, просто так говорят, могут обидеться. Следующее нельзя, которое в Германии, это нельзя первоначально оплатить за топливо, которое вы заправляете на заправочной станции, а потом его заправить. Здесь немножечко другая система заправки. Это действует как? То есть вы приезжаете на заправочную станцию, заправляете себе в бак, сколько вам нужно, вам топлива, пусть это будет дизельный топливо, либо бензин, вы заливаете, и уже потом идете и расплачиваетесь. То есть нельзя первоначально оплатить, потому что в России сначала вы идете, оплачиваете, потом вам на эту сумму заливают. То есть здесь в Германии вы сначала заливаете, а потом идете и расплачиваетесь. Если вы спросите, а можно залить и просто уехать, можно, но вас потом все-таки найдут и вам выпишут штраф. И штраф будет неплохой, потому что на каждой заправочной станции, напротив каждой заправочной колонки имеется камера, которая фиксирует номер автомашины, которая присутствует при заправке. Поэтому рисковать не стоит, лучше все правильно сделать и залить себе топливо, потом заплатить за это топливо. Очередное нельзя, которое нельзя в Германии, это шуметь в выходные дни. То есть в выходные дни имеется тихий час. В нашем случае у нас это все прописано houseordnung. Это с двух часов до пяти часов дня. То есть в эти дни шуметь нельзя. То есть как бы в другой любой стране этого никто не придерживается. Я никогда не знал, что проживая в России нужно, допустим, не шуметь в выходные дни. То есть если вы проводите какие-то ремонтные работы у себя дома, то вы можете в нашем случае до двух часов шуметь, сверлить, долбить, стучать и тому подобное. Но в два часа все прекращается до пяти часов вечера. В пять часов вечера можете продолжать дальше свои ремонтные работы. То есть это одно такое из «нельзя в Германии». Ну и, наверное, последнее «нельзя в Германии», об этом я думаю, что все знают, но все-таки я скажу. Это то, что в воскресенье нельзя в Германии посетить магазин. Все магазины в Германии в воскресенье закрыты. Абсолютно все магазины закрыты, продуктовые, вещевые и тому подобное. Есть небольшие исключения. То есть раза три-четыре в год проводятся такие дни, когда есть рабочие моменты, рабочие дни, когда магазины работают в воскресенье. И они работают не полный рабочий день, они работают там, допустим, четыре часа, либо шесть часов. Но есть такие дни, когда магазины работают. Но в основном в Германии выходной день, воскресенье. Просто-напросто нельзя посетить магазины. И если вы проживаете здесь, в Германии, то вы должны заранее закупаться в субботу на выходные дни. А если это еще попадает не только в выходной день, но и в праздничный, то магазины в праздничные дни, кстати, тоже закрыты. Допустим, это Рождество, либо Пасха, либо какой-то другой день, то праздничный, имею в виду официально праздничный, то будет магазин закрыт. Не только один магазин, а все магазины будут закрыты. И вы сможете в случае прям экстренной необходимости купить себе покушать только на заправочной станции. Потому что заправочные станции открыты круглосуточно. На этом я буду свои видео заканчивать. Думаю, что вам это видео было интересным. Если да, то мы ставим, конечно же, лайки. Подписываемся на канал AtomanoFlife. И после того, как вы подписались, рядом со словом подписка оформлена, нажимаем на колокольчик. И тогда вы самые первые будете узнавать о всех тех видео, которые выходят на моем канале. Я желаю вам хорошей рабочей недели, хороших выходных. В зависимости от того, когда вы смотрите это видео. И смотрите мои новые видео. Без байт. Чус. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok